Привет, друзья! Давно мы не сидели, не болтали. Я, как обычно, вышла из душа. Такая рубрика, можно сказать, да, когда я выхожу из душа, включая камеру, с вами болтами я что-нибудь рассказываю. Ну, я редко такие видео снимаю, потому что кому-то интересно, кому-то нет. Но я просто еще хочу кое-что тоже показать. Ну, вы это уже знаете, вы это видели, но для, так сказать, для новых зрителей. Вот, тоже поделюсь. Это я сейчас взяла смягчающее средство. Здесь у нас это вот тендер, может быть, знаете, такой вот, да? Это манго. Манго. У меня просто крем закончился. Крем для лица, тоник, вообще ничего нет, пока я сейчас ничего не покупала. Поэтому я беру вот это смягчающее. Это йод. Не обращаю внимания. Вот. Смягчающее средство. И наношу на лицо вот так. Потому что по-другому никак. И оно питает, смягчает. Кожу не тянет. Ну, оно и так не тянет, как бы нормально, но бывает, когда если тянет, то это вообще уже просто. Вот. Поэтому вот так вот немного нанесла. И нормально. Потом я уже, как говорится, как разберусь со своим здоровьем. Пока еще я анализы снова сдала, но пока еще результата я не получила. Мне ничего не выслали. Потому что мне надо получить анализы и выслать к врачу. То, что я когда в Сункар ездила, кто смотрел это видео, я ездила в Сункар. Вот. И мне сказали, в общем, надо еще сдать, пересдать некоторые анализы и отправить ее на WhatsApp. Ну, а операцию, в общем, по-любому не буду делать. А я хочу рассказать вот вам снова про это средство Эсвицин. Я его очень люблю, на самом деле. Я взяла вместе с дозатором. У меня есть колпачок. Колпачок у меня есть. Вот отдельно. Здесь вот тоже с отверстием внутри. Сейчас покажу. Ай, приклеился. Вот. С таким отверстием. Ну, я его сняла. Взяла на Валберес две штуки. Вторая штука там упакована лежит. Я не буду ее брать. И еще взяла я наушники. Я их тоже не буду брать, показывать. Они упакованы. Но я покажу, какие я взяла. Я точно такие же вот они. Вот. Я уже однажды показывала такой обзор, когда я вам показывала, какими я наушниками пользуюсь. Вот такие вот наушники. Обычные китайские, да. Вот я взяла точно такие, только вместо красных синие точечки. Потому что с красными уже не было в наличии. Я эти наушники очень люблю. Здесь вот у меня микрофон отвалился. Я его резиночкой привязала. Вот. И здесь вот болтается почему-то. Я не знаю, как. Ну, просто взяла и отвалился. Я как бы не роняла, не ломала, не давила. Ну, вот так. И думаю, надо взять, пока есть в наличии. И то там очень быстро их разбирают. И я взяла. Вот. Ну, а этот эсвицин, у меня есть видео, да, на канале, где я рассказывала про то, когда я ковидом болела, да, я очень сильно лысела. Очень сильно лысела. У меня выпадали волосы. У меня даже там показывала, снимала. Я была полностью лысая. Я сделала стрижку. И вот так вот просто брала. И пучки, и пучки, и пучки. И у меня просто весь мой череп было видно. Ну, там волос было так, да, и пушок. Потому что я настолько была лысая. Вот. Я болела в 21-м году, да. Поэтому можете посмотреть видео, кому интересно, тоже там снимала, рассказывала. Вот. И вот это вот средство из эсвицин, оно меня просто спасло. Оно реально работает на все 100%. Я его теперь постоянно им пользуюсь. Так. Это новый эффективный водный раствор без запаха, содержащий микроэлементы, являющиеся биостимулятором ферментов, содержащихся в той же концентрации, что и в теле здорового человека. Ферменты стимулируют уродство волос и радикально предупреждают облысение. Волосы становятся гуще, особенно у женщин. Люди, облысевшие от аллопеции, восстанавливают волосы полностью. Не содержат гормонов. Противопоказаний нет. Так. Применение ежедневно или через день. Смачивать кожу на голове и не смывать. Мыть голову один-два раза в неделю. Мылом или шампунем. Эффективно шампунь увеличивается при добавлении в него 20-50%. То есть можно добавлять в шампунь. Я, кстати, так и делаю. Может прилагаться дополнительная инструкция по вариантам применения. Но тут ее нет. В общем. В общем, классное средство. Да, я в этом сама убедилась. И пользуюсь вообще с радостью. Вот это меня средство спасло. Но не только это. Я еще брала репейное масло. По четвергам я наносила репейное масло раз в неделю. А вот этим средством я полностью просто заливала голову. У меня волоса там почти не было. Я наливала в ладошку и сразу оп. И вот так у меня постоянно вся мокрая голова была вот этим средством. Вот. Каждый день. Каждый день. И голову я мыла один-два раза в неделю. Вот. И я стала замечать, что у меня волосы все меньше и меньше. Ну, на руке появлялись все меньше и меньше. Вплоть до того, что было вообще ни одной волосинки не было. Я очень долгое время им пользовалась. Потом перестала им пользоваться. Вот. Какое-то время у меня волосы не попадали. Потом постепенно снали уже. Ну, просто обычно выпадать. Вот. И когда они обычно по чуть-чуть выпадают, потом начинается тот момент наступать, когда они начинают снова выпадать. Прям сильно. Вот. И я опять беру вот это средство. Вот я знаю, что надо на постоянной основе не делать перерывы лучше. Он без запаха. Как вода. Обычно как вода на вид. Просто. Смочили голову вот так вот хорошо. Прям туда втерли. Или вот через дозатор. И все. Можно вот на влажные волосы. Можно на сухие волосы. Без разницы. И не смывать. Не надо смывать. Это не требуется. И тогда оно хорошо очень работает. Ну, я начинаю делать, как говорится, перерывы. И когда я долго не пользуюсь, у меня начинают выпадать волосы. И сейчас у меня снова стали выпадать волосы. Вот. И меня всегда это расстраивает. Потому что когда они выпадают, они выпадают очень сильно. Начинают прям вот прядями. Вот так вот. Когда голову моешь, вот так вот вытягиваешь. И у тебя здесь прям висят. Вот так вот. Ужасно. Поэтому я очень сильно переживаю. Я не хочу как бы снова с этим столкнуться. С облазением. Но если придется, то как бы придется это пережить. Я буду в любом случае бороться с этим. Ну, и у меня, как говорится, вот скоро будет, ну, не знаю, когда скоро, не скоро будет операция. Вот. И сто процентов у меня там будут снова тоже антибиотики колоть и все прочее. Антибиотики. Они очень как бы убивают иммунитет. Они убивают все. Не только плохие бактерии в организме, но и хорошие. Поэтому все это убивается. И волосы тоже начинают прям выпадать, очень сильно лезть. Вот. И то, что я сейчас расчесываю мокрые волосы, так вообще делать нельзя на самом деле. И вообще можно сказать, их на мокрые волосы никогда не расчесываю. Это вот только в виде исключения, там, когда вот если я вышла из душа, там, решила записать видео. А так нет. Я собираю просто хвостик и все. И до следующего дня и не трогаю. Потом только на следующий день я их расчесываю. Вот. А сейчас вот решила с вами поболтать. Кстати, хочу сказать спасибо вам большое, что подписываетесь. Смотрите меня. Мои зрители на самом деле очень, ну, как говорится, самые лучшие. Вот. Самые верные, которые вот смотрят мои видео, пишут комментарии, ставят лайки. Спасибо вам большое, что помогаете продвигать мой канал. Я все-таки надеюсь на то, что я когда-нибудь соберу свои тысячи подписчиков и включу монетизацию. Надо, чтобы получать, как говорится, уже дополнительный доход. Смотрите, сколько волос у меня. Просто ужасно. Ну. Меня это расстраивает. Вот. И расческу надо менять, потому что эта расческа уже все. Вот эти вот розовые шарики уже где-то есть, где-то нету. Они тоже не очень хорошо. Это корявует кожу головы. И надо тоже расческу покупать. Надо все. Вот когда надо, вот это вот надо, оно сразу, знаете, таким кубом. И то надо начинается, и то, и то, и то, и то. И вот так вот, как ком наваливается. И все надо, 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 надо. Все сразу в один момент, все надо. Ну, и приходится, что чего-то надо, а чего-то не надо откладывать на потом. Ну, сейчас в первую очередь, конечно, это здоровье. Мне надо разобраться с моим, с этой операцией, с моей кистой. Вот. Надеюсь, все будет хорошо. Ну, не знаю, конечно, как там, что будет. Ну. А потом уже, как говорится, дальше идти. Уже покупать другое, то, что надо. И расческу, и шкаф. Потому что это подобие шкафа, и я хочу шкаф купить. Но я, конечно, буду брать в рассрочку, потому что так купить у меня, конечно же, нет возможности. Они дорогие, эти шкафы. Тем более, мне надо на заказ. У меня здесь от кровати, вот, от кровати, от спинки к кровати до стенки небольшое место. Поэтому мне надо на заказ делать, чтобы именно вот под мой уголок. Вот. В общем, вот так. Сейчас. Да, вот просто туда корни. И вот так вот растираю немножко. Поношу. Долго я чуть сижу, болтаю. Вот. В общем, вот таким темпом мы наносим на всю голову. Можно снять дозатор. Я вот думаю, что я его все-таки сниму. Потому что что-то, мне кажется, вот этим дозатором, он в основном на волосы попадает. На кожу как-то мало попадает. Вот. Ну, если когда волосы короткие, то, конечно, да. А вот когда длинные, то они всю кожу головы как бы, ну, покрывают и пробраться туда где-то вот так вот точечно наносить. Ну, не знаю. А когда через вот этот вот колпачок красный, да, вот через него вот тут вот, через это отверстие вот так вот в ладошку наливаю и туда. Или даже не в ладошку, а вот так вот поливаю просто и сразу вот так вот растираю. Оно как-то более эффективно. В общем, сейчас я это все доделаю. Вот. А чтобы не тратить ваше время, я буду с вами прощаться. Спасибо вам то, что смотрите меня. Я желаю вам хорошего настроения, крепкого здоровья. Это самое главное. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Можете дизлайки ставить. Такие тоже бывают, попадаются. Ну, у каждого, как говорится, свое мнение. Вот. Поэтому все. Всем хорошее настроение. Все, всем пока.